Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Президент США Джо Байден анонсировал передислокацию американских войск из некоторых частей Европы в восточноевропейские страны НАТО, находящиеся в непосредственной близости от Украины, которой угрожает сейчас 100-тысячное войско российского режима. В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Осин заявил о том, что привел в состояние повышенной готовности тот контингент в количестве 8,5 тысяч военнослужащих, который сейчас расположен на американской территории, но будет готов к переброске в любой момент в Европу в случае эскалации со стороны России на украинском направлении. Эти решения совпали с прибытием очередного, четвертого по счету за неделю, транша американской военной помощи в Киев. Этот транш стал частью большого пакета лично от главы Белого дома в размере 200 миллионов долларов. Как рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников, 28 января в украинской столице разгрузили 81 тонну боеприпасов разного калибра, а всего за неделю украинская армия получила от Пентагона 300 тонн такой помощи. И украинский министр и его американские коллеги подтверждают, что на следующей неделе в Украину прибудет новый груз с оборонительными инструментами от Пентагона. Ключевым из этих инструментов является противотанковый комплекс «Джевелин». Свыше тысячи ракет этого ПТРК уже находятся на украинских складах. Общий перечень вооружений, передаваемых сейчас штатами Киеву, столь серьезен, что представитель Минобороны США Джон Кирби не решился называть конкретные наименования. Цитирую его. «Я думаю, вы должны понять, почему мы хотим быть осторожными по поводу публичной рекламы тех возможностей, которые были предоставлены нами Украине, учитывая размер, масштабы и возможности, направленные против Украины по ту сторону границы». Сказал пресс-секретарь Пентагона, напомнив о том, что как раз недавно в Украину приезжали американские специалисты, которые специально изучали потребности страны в противовоздушной и противоракетной обороне. Все это происходит на фоне состоявшегося только что долгого телефонного разговора между президентами США и Украины. Байден разговаривал с Владимиром Зеленским почти полтора часа. И главная тема, это, конечно, угроза российского вторжения. Эту же тему в пятницу Луэйд Осин обсудил с коллегами из Румынии и Франции. Свою лепту в военное снабжение украинской армии вносит и чехи. На этой неделе ее власти одобрили поставку украинцам 4000 артиллерийских боеприпасов. Со своей стороны Канада направляет в Украину инструкторов и нелетальное оборудование, которое поможет Киеву противостоять кибератакам из России. На подходе и мобильные зенитные комплексы «Стингер» из Литвы. Ну а тем временем украинские военные уже осваивают противотанковые орудия НЛО от Великобритании, которые та передала Киеву в количестве более чем 2200 единиц. В пятницу были проведены первые тестовые стрельбы. Они произошли на Яворовском полигоне Львовской области. Из НЛО по целям стреляли 40 военных, будущих инструкторов. На полигоне на рубежах от 300 до 600 метров в качестве мишени установили боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и БТРы. Огонь по ним везли из окон дома, окопа и из боевой машины. Как сообщают журналисты, все цели были успешно поражены. После стрельб люди, которые испытывали эти системы, разъедутся по подразделениям, чтобы подготовить затем новых специалистов. И это только начало. На следующей неделе специальность оператора НЛО будут получать еще 20 человек. Задача очевидна. Обучить стрельбам из НЛО все ключевые подразделения армии, призванные оборонять Украину в случае танкового вторжения России. Никто уже давно не берется рассуждать о том, насколько это вторжение вероятно. Решения на Западе и военном истеблишменте Украины принимаются исходя из аксиомы о том, что рано или поздно путинские войска вторгнутся на территорию суверенного украинского государства. Последняя новость на этот счет. Тот факт, что в район концентрации российских войск возле Украины начали подвозить медикаменты и запасы крови для переливания. Что обычно делается, когда приходится иметь дело с ранеными. Американская разведка получила соответствующие данные как раз в последние недели. Официальные лица США рассматривают этот момент как признак готовности России к вторжению в Украину. Как подчеркивает тот же генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, это не означает неминуемого нападения, но показывает, что при желании Кремль теперь имеет все необходимое для такой операции. Более того, Ходжес, который начал прогнозировать российское вторжение еще в 2019 году, теперь, когда его прогнозы начали сбываться как минимум частично, предположил, что Путин так или иначе начнет какую-то эскалацию. По его мнению, весь вопрос в масштабе такой эскалации. Цитирую его. К сожалению, я считаю, что новая агрессия против Украины неизбежна, и она произойдет, как только завершится пекинская зимняя олимпиада. Я не думаю, что это будет массированная атака, но мы увидим серию более мелких нападений, которые не приведут к большим жертвам и которые можно будет растянуть по времени, отметил Ходжес, который с 2014 по 2018 годы командовал армией США в Европе, а после ухода в отставку работает теперь в центре анализа европейской политики. С другой стороны, нельзя не удивляться тому, в каких подробностях американские спецслужбы осведомлены о действиях российских военных на границе с Украиной. И это в очередной раз показывает то, насколько серьезно военные машины США превосходят Россию даже на уровне разведки и какими бесценными данными Пентагон, между прочим, может поделиться и без сомнения уже делится с украинским штабом обороны. Не с этими возможностями США связаны и комментарии пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, который на вопрос о вероятности появления российского оружия на Кубе сказал следующее. Мы не собираемся реагировать на пустые угрозы. Если мы увидим любое продвижение в этом направлении, наш ответ будет стремительным и решительным, сказал чиновник. С помощью какой именно аппаратуры США собирают сведения о том, что происходит в российском лагере близ Украины, можно только догадываться. А на конец сомнений, что одна из таких передовых систем это беспилотник Global Hawk, который в последние недели постоянно кружит прямо в воздушном пространстве Украины над Донбассом. Этот беспилотник является самым крупным по размерам и массе с серийным дроном в мире. Его потолок почти 20 километров, куда не добирается ни один военный самолет России, а радиус действия около пяти с половиной тысяч километров. В зоне назначения он способен пребывать 24 часа, его максимальная продолжительность полета 36 часов, а предельная дальность полета более 21 тысячи километров. Косвенно к поддержке Украины в этом вопросе присоединился и Израиль. Его власти предоставляют воздушный коридор для Global Hawk. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на данные Flightradar24, ресурсы, на котором можно отследить передвижение любой авиации в любой точке планеты при условии включенного транспондера на конкретном летательном аппарате. На фоне военных приготовлений стран Запада к возможной атаке со стороны России против Украины в Эстонии в субботу стартовали учения Winter Camp, которые продлятся до 6 февраля. В маневрах примут участие почти полторы тысячи военных, и туда войдут военнослужащие из самой Балтийской республики, а также из Великобритании и Франции, которые входят в батальон НАТО, постоянно дислоцированы на эстонской территории с 2014 года. Силы союзников задействуют бронетехнику, пехоту, штабы и инженерные части, говорится в сообщении Минобороны Эстонии. Этот эпизод стал частью стартовавшей на этой неделе операции по укреплению обороны НАТО на востоке Европы и Балтии. Больше самолетов, кораблей и сухопутных войск перебрасываются в Румынию, Болгарию и другие страны региона, чтобы вовремя отреагировать на эскалацию российской агрессии против Украины. Россию, однако, продолжают предупреждать и о масштабном экономическом, а не только военном, ответе на случай, если ее войска перейдут украинские границы. В очередной раз американские СМИ прояснили детали конкретных ограничительных мер в адрес российского режима. Как рассказал издание Wall Street Journal американский чиновник, санкции будут беспрецедентно жесткими и не имеют аналогов в последние десятилетия в отношении России. По его словам, администрация президента США хочет ударить по крупным российским банкам, государственным компаниям и импорту, который так необходим России. Потенциальные цели вот этих санкций включают несколько крупнейших российских банков, вроде ВТБ, запрет на любые сделки с госдолгом и применение мер экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника. Другой источник издания сказал, что никакой поэтапности не будет и на этот раз, я цитирую его, мы сразу начнем с максимума санкций и останемся на высоком уровне, чтобы причинить максимальную боль Кремлю, сказал этот чиновник. В свою очередь сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл тоже признал, что речь идет именно о запрете экспорта электронного оборудования, в числе прочего, а также пояснил, что в новом пакете санкций сделали упор на мерах, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала и его производственных мощностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Бломберг тем временем добавляет, что меры коснутся и занесения в черный список физических и юридических лиц, близких к Кремлю. Все единодушны в том, что Европа ведет схожие по силе и направленности санкции. Таким образом, при некоторых небольших расхождениях между несколькими европейскими странами и Вашингтоном достигнут в целом консенсус по поводу того, как именно все евроатлантические страны будут уничтожать основы экономики путинского режима в случае, если он совершит новое нападение на Украину. Теперь, после того, как США и НАТО окончательно отвергли ультиматумы Путина, все ждут его хода. Змея, однако, притаилась и пытается сообразить, как ответить цивилизованному миру после того, как мир отказался поддаваться кремлевскому шантажу. Но, судя по вылазкам Лаврова и других представителей путинской свиты, мы видим, что от былой спеси Кремля не осталось и следа. Если еще месяц назад Кремль убеждал всех, так что его предложения не являются меню и не должны быть приняты или отвергнуты комплексно, то теперь риторика изменилась и, оказывается, уже можно обсуждать, ну, например, ракетные договоры. Мы следим за этой историей. Спасибо, друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. При желании поддержите нас через платформу Patreon и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Я благодарен всем тем, кто оказывает нам поддержку. Благодаря вашей помощи мы делаем эти материалы, повышаем их качество и успеваем оперативно реагировать на увеличивающийся поток политических событий. До скорого!